В самый час пик за полчаса перед началом занятий на фонтанской дороге между 7 и 8 станциями правила дорожного движения отходят на второй план. Главное – успеть доставить школьников на уроки. О безопасности родители забывают. Высаживают прямо перед светофором, иногда со второго ряда. За полчаса рейда патрульные и полицейские зафиксировали целых пять случаев пересечения двойной сплошной. И это при том, что остановить правоохранители успели не всех. Я согласен с сотрудником полиции, что я нарушил действительно правила, но тут дело в чем, понимаете, что каждое утро сюда приезжает очень много машин и приезжают с разных сторон. Я езжу со стороны 16 фонтана, допустим, да, и здесь никогда я не могу повернуть школьник, никогда просто. Поэтому так уже сложилось, и сегодня, я думаю, что как раз вы находитесь не просто так, потому что здесь ситуация всегда такая. Приходится поворачивать, конечно, через данную сплошную. И я не один такой. Вопрос такой. Я хочу спросить один вопрос. Как мне поворачивать к школе? Конечно, можно проехать дальше, развернуться, но утром, когда здесь много машин, это просто невозможно. Те основные нарушения, которые были выявлены. Грубые нарушения – это пересечение двойной сплошной полосы, то есть нарушения. Затем разворот на пешеходном переходе, затем высадка детей на проезжую часть. Как разрешали высаживаться детям, выходить на проезжую часть с левой стороны водительской. Также были и факты того, когда дети выходили из салона автомобиля в левой полосе движения. То есть водитель останавливался по ходу движения, отец или мать, и разрешали детям выходить просто на проезжую часть. А у одного из нарушивших правил водителей даже не оказалось собой водительских прав, документов на машину и страховки. Какие посвящения, разрешивающие документы, как вы керуете транспортным средством без документов? Дома, выехал вот так, в спортивном. Значит, я вас попереджаю, если вы не предъявляете, вы будете затриманы в райвейді в полицию. Сейчас приведу документы. Будь ласка, предъявляйте документы. Я еще раз, вот, я... Терминово предъявить документы. Дома, осталось ребенок до школы. Вы затримуетесь. Документы правонарушителю привезли через полчаса, но водитель был уверен, что задерживать его якобы не имеют права. О том, что на 5 минут при мне документов не было, не имели права меня задержать в машине в течение получаса. Не зная состояния здоровья. Вот и все. А вы и нарушили сейчас линию? Я нарушил правила, я не отрицаю. Я нарушил, я за это заплачу. Согласно КУПАП, выносится штраф по максимальному правонарушению. Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа в размере 425 гривен. До 3-х часов мы имеем право задерживать человека до установления личности. Еще один водитель, который остановился в неположенном месте, назвал экстренной причиной остановки боль в животе и потребовал у патрульных вызвать скорую. Я остановился, чтобы завести ребенка в школу и сходить в туалет. Статья 18 Кодекса об административных правонарушениях. Вынужденная необходимость. Я не мог, я хотел заехать во двор школы, как я это делаю обычно. Но здесь стояла очередь из 50 машин. Я бы просто не выдержал. Чтобы определить состояние водителя, необходимы анализы и медобследования. А это требует времени. А спорить штраф за парковку можно в судебном порядке. Учитывая количество нарушений, в патрульной полиции пообещали проводить рейды в этом участке как минимум раз в неделю. Виталий Хемий, Дмитрий Богомолов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.